Шошспода. Ну да, такие, какие мы есть, шошспода. Ну ладно, ещё раз мы, собственно говоря, представляемся, но больше я скажу ещё раз. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Анастасия! Скажите народу официальный привет со своих сторон, своей галактики, или где вы там обитаете. Ну как, да, официальный привет, всем здравствуйте, я смог, я нагнал, я с вами подрубился и к чату, и к трансляции, и к чему угодно. Сейчас будем с Анастасией покорять Азерут. Покорять. Так, ладно, в общем, не будем. Были мы друидом с охотником, которые встретились в Даларане, так ведь? Ну, вроде как, да. Так, там опять же тебя Алексеем называют, по-моему. Алексей, она про тебя гадости говорила, никаких гадостей не было. Не надо, не надо. Чё вы уж тут сразу-то? Чё вы меня сдавать-то сразу надо? Ну ладно, значит, у меня тут стоит ревущий фьорд, выбор, наверное, порой самого сервака, то есть вход в мир, все дела, да? Да, да. Персонаж какой? Персонаж твой охотничек, правильно? Ну да, с именем из Икея, который... Напомню, да. Да, Эл... Как назывался тот стеллаж из Икеи, который... Элварий. Как-то так. Конечно, это тебе не Лира Эль, это тебе, там, не знаю, не Алекстраза, да, как имена красивых персонажей. Нет, попрошу, во-первых, у тебя не эльф и не дракон, поэтому... Я не про расы говорю, я про звучание красивые имена, я просто говорю, что... Такое звучание должно быть у эльфиечек и драконов. А у меня быдло оркское, да? Сразу быдло, весьма интеллигентная арчиха, посмотри на неё, очков только не хватает. Не, она сейчас, скорее всего, пойдёт на район где-нибудь там, не знаю, вот, допустим, в Даларане, да, там, местном, на окраину пойдёт и будет отжимать у кого-то мобилу вот этой пушкой. Не, ну, если в Даларане, то там есть прекрасный район под названием Клоака, вот, тогда скорее туда. Какое милое название, ещё в Dragon Age 2 тоже была локация Клоака там. Забыла, в каком там городе происходили события, неважно, Dragon Age 2 не очень. Кирквол. Да. Да, ну, вход в мир. Входите, входите, я уже весь в ожидании. Окей, там пишут, у орка должно быть имя типа Грохгхара. Ну, так оно почти так и есть. Ну, да, наверное, может быть. Пусть будет так. В принципе, предложение хорошего у человека было. Мне было что-то стереотипа, ну, простите, пожалуйста, коллеги-орки, если вы есть в чате. Я очень не хотела, на самом деле, вас обидеть, дорогие ребятки. Это я так уж, на самом деле, не со зла, серьезно. Не со зла, но метко, да. Да, орков недопонимают в этом мире, понимаешь? То есть, казалось бы, всего-то топором по голове рубанул разок, а тебя уже не любят. Ну, да, есть там злые тетки, которые начинают гнать. Да и, наверное, может, так вот, как я, кто-то недопонимает. Собственно говоря, почему тогда фильм «Варкрафт» начинается с стороны орков, прям, чтобы вот именно больше их как-то вот как будто якобы показывали, не знаю. Хотя вроде равноценно было вполне, то есть можно и вполне и на человеческую расу там можно посмотреть, и на другие моменты. Все как-то грамотно так было, я помню, когда смотрел фильм. Причем фильм отличается от канона, от первоисточника. Вот это нет. Я все-таки в каноне не так, как ты, Шарю. Ну, да, там все очень-очень коротко, потому что в каноне орки вопросов не задавали. Они просто пришли в Азерат, начали всех торбить. Все были зеленые и все агрессивные. А в фильме коричневые орки, которые не поддались Скверне, ну, были изначально. Якобы они тоже прошли через портал. Вот и все. А еще, кстати, нам тут закинули... Извини, пока перебью на минутку, просто очень милый донат пришел от Авлампы. Спасибо тебе большое, человечек. Пишет спасибо за хорошие ламповые стримы. Продолжай радовать нас своей неординарностью, чудным голосом. Спасибо большое, Ламп. Очень приятно. С тебя штраф-сердечко. Привет чатику Александру и Паше. Все передаем тоже взаимный привет. Ну, наверное, как-то вот так, что ли? Правда, я же не это. Не это. Ладно, я не буду уточнить, кто? Окей, принимаю. Вижу. Так, теперь надо тебя найти и вообще вспомнить, как, господи, что надо делать. Я на летной площадке, если что. Окей, потому что на выходных что у меня было? У меня был Lord of the Fallen, некоторые, наверное, ребята помнят. Был Rainbow Six, это ребята не помнят, потому что не на игромании было. И вообще там для себя порой захожу играю. А вот теперь здрасте, опять учись. Там, кстати, тем временем в чатике пишут, что фильм улет, с чем я полностью согласен. И я как бы сильно офигеваю от того, как критики облажались, поставив ему настолько мало баллов. То есть я понимаю, что там есть чему придраться, да? Но вот так, чтобы прям со всех сторон наброситься, это вообще дикость. А критики много чего любят хаять все-таки, как-никак. А вот, кстати, опять же, маленький спойлерочек. Мир фантастики сейчас готовит материальчик на тему тех фильмов, которые крутые, культовые, но получили очень низкие оценки у критиков. Там неожиданные вещи порой встречаются. Больше спойлеров не дам, но заходить на Игроманию кино рано или поздно появится. Стрим сегодня продлится... Настя, сколько сегодня продлится стрим? Часа два? Два с половиной? Ну, надеюсь, да, не три. Домой тоже хочется пораньше. Два с половиной часов. Фолин? Ну, Киар, ну прости, я же в английском лах. Я уже 350 раз говорила. Ну, фолин, фолин. Я парлю в конце и нет ребьян, извините по инглишу. Инглиш не перфект и вообще ни в какой мере. Так, у меня тут оранжевый знак высвечивается. По-моему, у меня задание как бы есть, но вообще-то мне бы тебя найти. Я на летной площадке. Вот прям ты открываешь карту буквой М, видишь там площадку краса, и я вот там, на мососыкле. А, во-во-во, вижу. Но только, по-моему, здесь на лестнице можно тоже подняться. Я просто карта-то... Там две такие полукруглые полувинтовые лестницы. Во-во-во, всё, нащель. Я нащель, всё нормально. Я прищель, так. И скажи мне, пожалуйста, какой у тебя квест сейчас есть? Призыв вождя? Судьба охотника называется. А, тогда это у тебя свой собственный. Это тебя сейчас в оплот, кажется, запустят, как по этому поводу. Вот, открой, пожалуйста, список квестов, и, в принципе, посмотри, есть ли у тебя там квест на Штормхейм. Женал за дань? Да. Пуковка L. Вернитесь в магазин охотничий прицел в Долларане, поговорите с... Всё, тогда ещё немножечко рано, тогда тебе ещё надо довыполнить кусочек квестов, после чего тебя посадят перед тактической картой и скажут, куда атаковать. Вот, когда скажут атаковать, ну, когда будешь выбирать, выбираешь Штормхейм, и с этого места мы синхронизируемся. Так, а там ещё кто-то отписался, что посмотрел стрим и решил, что в World of Warcraft играть уже не будет. Для World of Warcraft он потерян. Внимание вопрос, почему, сударь? Вот. Цело-цело. Ну, просто, да, как бы, конечно, каждому своё, но, допустим, можете как-нибудь рассказать, поделиться своим мнением, ребят, почему, например, вот вам, например, кому-то может вдруг интересно, он может поделиться почему, а если не интересно, то тоже любопытно. Такие, кстати, были. На стриме там несколько человек говорили, что о, ностальгия, хочу-хочу, не знаю, вернулись или нет, но вот, по крайней мере, собирались. Всё, я сдала квест. Вот первое мнение, что после просмотра стрима расхотелось. Вот, и действительно стало интересно, почему? Потому что Настя играть не умеет. Так, я квест дала, если что, у меня ничего нет. Я могу, конечно... Человек говорит, что ему сложновато, слишком много поменялось. Что, кстати, чистая правда, игра бы не продержалась 12 лет, если бы там каждые два года полностью не менялись правила, не надо было учиться играть заново. Но, с другой стороны, чем дальше, тем оно делается, скажем так, порог вхождения всё ниже, 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 ниже. В этом дополнении, например, тут вообще сюжет ведёт под ручку, ну, хотел сказать, как в Call of Duty, на самом деле, конечно же, нет. Но очень много кат-сцен, очень много сюжетных вставок. То есть, какое действие ни совершить, это будет сюжет. Не отдельная история, а один вот общий сюжетец. Точнее, как в каждой локации своя цепочка, которые все вместе складываются в более длинную цепочку. И это всё имеет ещё и финал. И вот тут не просто иди в чистое поле, убивай 50, боже мой, как эти еноты назывались в линейке, да? А тут вот что ни делай, это вот какой-нибудь кусочек истории мира расскажет. Это же круто. Вот. Так, там просто, опять же, задали вопрос. Лорд Ромзес V. Почему у вас интерфейс в игре шире экрана? Ну, человек, я ещё раз покажу. Смотри, объясняю ситуацию. Вот видишь ты перед собой, LG, монитор? Внизу, кстати, написано уточнение, что это за монитор. Собственно говоря, да, это такая вот, скажем, особо закавыка. Мне нужно не просто научиться в World of Warcraft играть, мне нужно научиться на определённом мониторе. Вот. А вообще-то, если кого интересует, конкурс на сайте есть. Вы там заходите, поищите, собственно говоря. Можно, в принципе, и монитор, если кому-то хочется выиграть. Но, как говорится... Ты, Настя, так говоришь об этом, как будто бы широкий монитор, это отягчающие обстоятельства. Отягчающие. Да нет, у тебя просто тупо больше поля зрения, тебе даже удобнее, чем мне. Не сказала бы. То есть, знаешь, очень... Привыкнуть, конечно, можно, да? Плюс, как человек в очках, у которого боковое зрение, ну, знаешь, как бы отсекается периодами, да? То есть, есть такой, знаешь, нюанс, когда очки носит человек. И, в принципе, вроде и удобно, когда вот такой, знаешь, по такой, в углу ты и получается экран. В общем, я понял. LG White Screen не для очкариков. Не сказала бы. Ну, плюс еще есть линзы всегда. Ну, и, в общем, скажем так, не всегда клево. Плюс, порой, если чисто вот такой экран слишком широкий, порой глаза могут болеть. У нас там, например... Настя, я тебя обязан прерывать, потому что чат просто гневными возгласами, будете ли вы играть, а тебе еще квестовую цепочку за хантеров. Ну, я уже закончила. У меня уже не высвечивается ничего, по ходу дела. Сейчас я попробую карту, хотя есть еще. Нет, есть у тебя что-то. То есть, пока у меня будет высвечиваться... Извини, что перебиваю. Пока у меня будет высвечиваться, да, то есть, мне надо будет брать все, что мне, собственно говоря, предлагают по карте. Вот эти восклицательные знаки, обозначения. То есть, это говорит о том, что у меня еще эта цепочка есть. Верно? Ну, как бы да. У тебя справа под картой твои сейчас текущие цели отображаются. Нет, справа нет. Просто у меня есть восклицательный знак на карте, который я могу... Который могу двинуться. Вот я про это уточню. Это значит, что тебе там новый квест дадут, а какой именно... Я даже не знаю. Да. В любом случае, подходи, бери. Подходи, забирай, дорогой. Квест хороший. Что-то вроде того. Так, окей. На крыльях орла. С древних времен наш орден несет дозор на расколотых островах, чтобы демоны не застали нас врасплох. Наши ряды сильно поредели, но теперь все изменится. Твой артефакт не просто оружие. Это символ, который объединит всех охотников, кому бы они не служили ранее. Уверена, ты хочешь о многом меня расспросить. Я буду ждать тебя в Круто Горье. А, извините, пожалуйста. Прошу прощения, в приюте Стрелка. Там ты увидишь, что нас ждет. Мы со снегокрылым отправимся туда своим путем. Отправляйтесь в приюте Стрелка. И, короче, встретитесь с этой мадам. Ну ладно, хорошо, я принимаю ваше задание. Валяй. Валяй, да. И теперь, да, надо опять же на площадочку двинуть. Окей. Хорошо. Так, надо снова маунта. Сейчас бы квесты почитать. Не, народ, если сильно напрягать, могу и не читать. Кто-то просит, почитайте. Кто-то просит, почитайте. Нет, надо, надо. Ты кратенько. Самую суть. Порой, знаешь, как бы, порой мне иногда очень интересно, наоборот, взять, да прочитать побольше, что же там такого интересного. Иногда суть бывает в клевых сюжетах, которые бывают в маленьких заданиях, в играх. Не знаю, какой-то он привык, что ли, к такому. Так, поговорите с распространителем. Распредителем, господи. Что же такое? Настя, вот о чем ты думаешь, что тебе с распространителем поговорить больше? Распространителем полетов, понимаешь? Распространителем чего? Не скверный же какой-нибудь, не знаю. Это уже другая, вообще, ветка сюжета и другой игры. Так, распорядитель, если полетов, то... Но это на той же летной площадке, где я поджидал все это время. А, кстати, он не обязательно написан. То есть, вы встретитесь с Мариэль, но уже... Ну, смотри, поговорить с распорядителем полетов тебе надо просто, чтобы туда добраться. Ты можешь пешочком туда добираться, не вопрос. Но можешь поговорить с распорядителем полетов, он тебя отвезет. Просто я сейчас смотрю... А, вот он выделяется. Все окей, я это вижу, замечаю, практикую. Так, готовы летать? Мне надо... Да, все, надо отправиться в приют. Окей. Вези меня, большая черепаха. Не. Так, рядом с тобой слева. Да, ребятки, все окей, все вижу своим чередом. Так, смотрю на стримы, хочу в Вов вернуться. Ну, блин, 500 рублей в месяц. Дрейнор есть. Ну, Киар, печаль, боль. Где мой дезоль из Подотовски. Нужно больше древесины. Нужно больше... Нужно построить зекурат. Самое важное всегда. Без зекурата ничего не работает. Ну, зекурат, это еще такая-то тема. Так, и везут тебя, небось, в оплот охотников. Так ведь? Угу. Очень хорошо. Приют... Не, подожди. Приют стрелка. Ну... Это-то оно и есть? Будем считать, что да. А, хорошо. Да, тут просто Паша кудесничает на фоне. Тоже собирает свой зекурат. Ну, говорят, за тобой там где-то дворф летает. Ну, я не сказала бы, что это дворф. О, а чатик тем временем вспоминает моментичные фразы из Варкрафта. Ну, ну, ну. Паша на дворфу не сходит. У нас дворф, наверное, по старшествует... Вот кто дворфу может быть вообще в редакции? Вот как предполагаешь? Кто в редакции дворф? Да. Уаааа. Судала задачу. Ну, Женя, Пекло, как же? Кстати, да. Есть что-то в нем такое. Может, конечно, Эльф глубоко в душе. И мне еще кажется, что редакция Мира Фантастики на какой-то изрядный процент из дворфов состоит. Они прям, кстати, такие аутентичные должны быть. Прям, ну. Ну, спасибо, хоть не сказала аутичные, да. А мы это... Орки. Ну, Саша, это уже твое уточнение. Твой намек. И я в этом плане хорошо, да. У меня не настолько плохо утро началось, чтобы путать слова. А, кстати, Закникова, наверное, я не знаю, ну, мне почему-то кажется, добрый орк. Это у нас наш Толик, которого узнали, наверное, в прошлой игромане уже не та, и он рисовал там рисунки клевые. Он мне, наконец-то, до строка отдал рисунок. Так, а, игра. Тихо. Что-то он это прогружает, наверное, застопорил. Самая эпичная фраза. You are not prepared. Prepared. Извините. You are not prepared. Prepared? В переводе означает «Вы не готовы». Это Иллидан, который курочку у себя в духовке. А, ну вы не готовы. Запекал, тыкал в нее вилкой и кричал «Ты не готова». Но, вообще-то, это легендарная фраза из The Burning Crusade. Он ее в трейлере кричал, что там, ну, общий смысл сводился к тому, что тут нашествие демонов на носу. А вы не готовы. Вот. А в этом дополнении, когда ты проходишь стартовую цепочку за охотников на демонов, он тебе честно говорит «Вот теперь вы готовы». И ты так «Да, я ждал этого с 2006 года». Вот. Так, нас просят выслушать историю Мариэль. Поэтому идем просто за ней следом. Она, собственно, все расскажет. Про «Вы не готовы». Ну, простите, ребят, я говорю уже, я знакомлюсь только сейчас с этой всей тематикой. И про «Вы не готовы» я только в «Овервотче» видела, как говорится. Там есть специальный граффити, который выдается всем персонажам в связи с выходом «Легиона». То есть «Вы не готовы» там прям как раз. Ну да, ну да. На то и налег. И я по приколу его ставила просто, когда, ну да, играешь с ребятами, которые там, с друзей, кто начал только в «Овервотче» играть. Там «Вы не готовы». Пум. Плепишь. Особенно во время соревновательных матчей. Так, а вот «Фенрир» меня огорчает в чатике. 123 кверти. Заг-заг через «К». Там «Заг-заг». Это же орки. Они буквы «К» не знают вообще. Так, а там, да, кстати, насчет того, что 500 рублей в месяц, и действительно за месяц заработать на жетон – невелика проблема. А если проблем… Ну, я имею в виду игровой валюты, если много играться. А если играться мало, то вы же, наверное, при этом работаете где-то или чем-то полезным заняты, от чего доход приходит. Разве 500 рублей в месяц – это такая запредельная сумма? Если что, я искренне считаю, что «Варкрафт» по соотношению количество заплаченных денег и количество проведенного с удовольствием времени – очень высоко. Потому что бывает, купишь какую-то игру за, сколько там, 4 тысячи рублей, да, на PlayStation, пробегаешь за 3 часа. И соотношение так себе. А «Варкрафт» окупается. Сейчас, извини, что перебила, там просили игру погромче сделать. Что сделала? Да, да, кстати, видео, где «Ярость короля лича» и «Let it go is frozen», да, конечно, видел, это мега круто. Так, «Фростморн жаждет крови». Скажем так, насчет того, что фразы на русском априори менее эпичные оригиналы раз на раз не приходится. Если, чтобы вы правильно понимали, эпичнейшая фраза «Шевелись, плотва из Ведьмака» не прижилась больше ни в каком языке. «Шевелись, плотва» – это только исключительно заслуга локализации. Так, почем жетоны в голде? Это надо нам до аукциона добежать, посмотрим. Сейчас, нам клятву статуи нужно... Да, 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 продолжай, продолжай. Можно сдать. Окей, спасибо, игра. Завершаем. Поговорить с хранителем алтаря «Веном» в приюте «Стрелка». То есть, опять пойди туда и сделай то. Я тебя умоляю, так будет всю игру. Ну, а что мы ожидали? Сейчас, сейчас. Я пока что по линейной цепочке тащил. Там дальше, понятное дело, свобода появится. Куда хочешь, туда иди. Так, 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 так. Всё, я вижу, где, собственно говоря, ориентир. Пошла туда. Молоки нельзя призывать. Ну ладно, пойдём пешком по дороге. Зимний уже днём. Так, только... А, дорога просто вверх идёт. Ну, какие тут прекрасные создания. Там что-то жаловались, опять же, по поводу цемы. Я, кстати, видела прекрасную, знаешь, как бы фразу, если говорят, что, ну, если есть такая возможность всё-таки за 2К взять, как говорится, да, Легион. По-моему, где-то так, да, стоит же я, верно, не ошибаюсь? Ну да, как раз сейчас тебе это утверждает. Ребята, вас я умоляю, Battlefield, господи, 6К стоит прям издание, что вам 2К на Легион не потратить? Игры сейчас столько стоят, да, в 2К, 16-м. Кстати, Настя, тебя человек хочет пригласить в джаз-бар. О, боже. Да. Собираюсь начать играть, поэтому вопрос, как выбрать сервер? Везде ли много народу играет, или лучше играть на сервере для новых игроков? Нет, не надо играть на сервере для новых игроков. Лучше играть там, где народу больше. Лучше всего играть там, где уже есть хотя бы парочка знакомых. А так, глобально, есть довольно много сервисов, которые показывают соотношение Орды и Альянса на сервере. И вот просто по личным ощущениям, кто-то может со мной не согласиться, Но, если перекос там 90 на 10 в сторону Альянса, то вот на этом сервере стоит играть за Альянс. Просто потому, что иначе вас будут просто убивать на входе во все рейды, и БГ будете постоянно проигрывать и так далее. Ну, в общем, лучше всего найти сервер с максимальным населением, где соотношение Орда и Альянс примерно 50 на 50. Сейчас сходу какое-то я не скажу, но посмотреть это можно в интернетах. Помнится, даже на Вовходе есть такая услуга. Если нет, то все равно она легко гуглится. Смотри, мне сейчас дали задание наделить свое артефактное оружие новой силой, И высветилось окно о мощи титанов. Здесь, правда, связано с моим зверьем. Здесь там с Хати, он как хозяин зверей. Это вот здесь, получается, я какую-то особенность просто вкачиваю, или это связано с моим оружием? Сейчас что-то у меня возникло. У тебя что сейчас на экране? У тебя такая табличка с кружочками? Это ты оружие вкачиваешь. А, то есть сила артефакта, это вот эта самая новая фишка, которую... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага, то есть пассивка. И можно сделать, Хати теперь будет сражаться на вашей стороне в качестве спутника. Нет, это, по-моему, уже есть. Получается. А, да, это вкачано. Это само собой. Нет, тебе еще довольно много силы артефакта вкачивать до момента, когда ты сможешь что-то поднять. Расслабься. Как класс петоводов, саммонеров, называется в Вове. Он называется здесь Хантер, Охотник. Ну, есть, правда, еще Варлоки, они же чернокнижники. Они демонов призывают. В принципе, тоже в каком-то смысле петоводы. Но саммонеры так уж точно. И есть еще, скажем так, псевдопеты, как минимум, у Деснайтов, которые Рыцари Смерти, если играть за разложение. Правда, с последними патчами я не очень следил, может быть, там убрали. Знаете, пока больше на игре сконцентрировано, просто вопрос про резолюшн был. Пишет, какой резолюшн в игре, скажите, пожалуйста. Ну, в смысле, у кого какой монитор, у того такой резолюшн. Настя, напомни, у этого LG 21 на 9 там какой резолюшн? Если это тот резолюшн, о котором я думаю. Я еще знаю киберспортсмена резолюшна, но он в Вове никакой. Слушай, Паша, ты помнишь? На данный момент... А у Саши просто видео немножечко... Не-не-не, там мне сказали, что я это сферический оператор технической поддержки в вакууме. А что вы видите, окошко с кружочками на экране? Сейчас в доме, Паша, расслышать. Две пятьсот на... На тысячу восемьдесят. Две пятьсот на тысячу восемьдесят. Вот, Паша подтвердает. Вот, кто резолюшн спрашивал, пожалуйста. Две пятьсот тысяча восемьдесят. Дальше. Я сферический оператор, потому что у меня аж твич отстает секунду на тридцать. Поэтому приходится переспрашивать, чтобы видеть, что происходит у Насти. А кто сильнее, Хант или Чернокнижник? Конечно, Хант. Нет, на самом деле они все плюс-минус балансированы. Просто я играю за Хантеров, поэтому Хантеры лучше всех. Это же очевидно. Так, и Настя, кстати, за Хантера играет. На каком мы сервере? На Ревущем Фьорде. Его, кстати, вот как раз там рекомендовали за Орду. Сожеватель Душ или Фьорд, если собираетесь играть за Орду. Или Гордуни, если собираетесь играть за Альянс. Ну, а мы бегаем на РФ по старинке. Что привело тебя ко мне? Так, пора дать бой Легиону. Стоп, точка первого удара выбрана. На-на-на-на-на. А-а-а. Стоп. Игра. Игра. Окей. Тактическая карта. Во, и на тактической карте... Несколько воскресательных знаков. Как бы я не была бы Кэпом. Самый правый, Настя, вот сейчас не ошибись в выборе. Штормхейм. Да? Должен быть Штормхейм. Да. Чтобы посмотреть отчет разведчиков. Штормхейм. Натанус. То есть, я... Опять же. Как, вернее, гнилости мне прочитать? Он Натанус? А ты знаешь, это как с Натаном Дрейком будет, да? Вот это нежданчик. Что то его Натан, то его Нейт переводят. Как говорили, что вот зараза получается в четвертом Uncharted, что даже его, ну как, Нейтан там полностью произносит имя, а он все время Нейт, Нейт, или как-то избегали этого. Потому что перевели потом в итоге коллекшн, издание еще тоже на портрет. Ты знаешь, в Варкрафте на самом деле таких косячков довольно много, просто они мелкие и незаметные. Грубо говоря, вот ты знаешь, кто такая... А, подожди, насколько ты разбираешься в персонажах третьего Варкрафта? Кто такая Джайна, знаешь? Я знаю, как она выглядит. Ну, такой маг, собственно говоря. Ну, фамилию Джайны помнишь? Джайна... О-о-о-о! Кстати, не, особо нет. Вот, она Джайна Праудмур. И в Вове она Праудмур, и в большей части третьего Варкрафта она Праудмур. Но иногда, в некоторых диалогах, у нее фамилия переведена. Она там Джайна Гордейн. Ну, типа, прауд это гордость, да? И, соответственно, ее фамилию перевели как значимую. И не везде это дело почистили. Например. Так что трудностей перевода очень много. Плюс над переводом того же Вова работает, да, и Варкрафта третьего несколько бригад одновременно. А потом кто-то должен это все свести воедино, не пропустив ни одного ляпа. То есть каждый переводит свою часть, да? Потом они все вместе, кто-то это все вместе собирает и вычитывает. Но понятное дело, что отловить все невозможно. Скажи мне, где ты сейчас? Значит, я приняла, в общем, сведения разведчика, как я поняла. Ну, надо там с этим разобраться. Отправьтесь в Даларан в итоге. Обратно меня отправили. Да, и у тебя должен быть квестик, призыв вождя, когда ты отправишься в Даларан. В Даларан можно телепортироваться камушком фиолетовым у тебя в инвентаре. Да? Да, или прилететь на... Так, инвентарь это совсем другое. Это у нас... Нет, это персонаж. А инвентарь обычно сейчас посмотрю. А, Shift-B надо вызывать? Ну, ладно, все равно... Камень возвращения в Даларан. Да. Насчет того, точно ли я играю за Ханта. Ну, сейчас-то я кот, потому что я буду отыгрывать роль Пэта при Насте. А глобально у меня мейн-карактер, который со времен до ТБК... Вот, он где-то еще неделю ванилы застал. Это Хантер. Там человек пишет, то есть я ее раньше читал как Помпадур. Помпадур, да. Джайна Помпадур. Ну, вот теперь вы знаете, что она Джайна Гардейн иногда, если они захотят. Вот, а насчет того, что люди бросают WoW и играют в Хардстоун, да, именно по такой логике, что Хардстоун это 5-10 минут, а WoW это минут 20-30 на каждый там квест, инст и так далее. Ну, темы отличаются сессионные емкие игры все-таки от... Ну, Warcraft делают сессионные. Цепочки квестов всяких таких премудроцов. В Warcraft тоже делают немножечко сессионным, так что, зайдя сюда, ты вот минут за 20-30 могла что-то поделать. Так. Ну да. Все еще. И забыть про жизнь. Ну. Так, сейчас... Квест, 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 квест. Сдавайся. Сдаю. Штормхейм надо... Можно сдать. Мне сейчас просто до точки надо дойти. Поэтому я в Долоране тут. Угу. Если я правильно понимаю, да? Давай, я за тобой бегу. Или в Штормхейме. Я просто уже... Я пока еще в локациях... Ашпет. Это нормально. Это Настя. Долоране кто-то... А у вас вакансии есть, спрашивают нас. У нас всегда есть вакансии авторские. Можете тестовое задание выполнить. Десятку чего-нибудь под видео. Задача придумать десятку чего. Из того, что у нас не было и красиво, ее расписать. Вот сейчас по секрету скажу. Один автор вполне справился с... Десяткой самых-самых коварных предателей в играх, например. Предателей? Появится, да. Вот, отсылать мне, если что, на Рест Собака Игромания Ру. Р.Е.С.Т. Перепутать трудно. Призыв вождя. Взяла. Взяла. Явиться к флоту темной госпожи, да? Королевский призыв прочитан. Сейчас. Может, я что-то еще не сделала? Там письмишко... Прям под картой. Можно на него нажать. Да, вот, я сделала это. Мне сделала. Она все рассказывает. И сейчас у тебя явиться к флоту темной госпожи, правильно? Да. О, теперь иди за мной, пожалуйста, обратно в дом. В дом? В дом. Там справа портальчик. Ага. Он нам и нужен. Так, я только как не знаю, как какой-то с карты перед носом хожу, как не знаю. В принципе, да, мы можем ходить с телефоном, сейчас читать книжки, как с планшетом. Если что, в личку я ничего сейчас отвечать не готов, потому что, простите, у нас война, а я уставший. Но отправлять все еще на почту res.sobaka.igromania.ru, а где посмотреть, какие есть, на ютуб-канале, не поверите. Да, Сильвана, новый вождь Орды. Я вам больше скажу, именно в этом дополнении они перебили целую кучу сюжетных персонажей, по которым мы будем сильно скучать. И, ну, короче, в кои веки они историю сделали, которая развивается. Раньше они извлекали какого-нибудь старого персонажа, вот, и вокруг него все строилось. Теперь они начали их извлекать массово. И убивать, убивать, убивать. Так, квест дала. Теперь у меня с Сильваны. Написано, взаимодействовать надо. Да, 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 да. Вот сейчас мы идем плюс-минус синхронно. Вот смотри, Настя, сейчас ничего не делай. Нажми по буковку L. И вот посмотри, там, где название квеста, возле него в скобочках появилась единичка. Есть такое? Ну, смотри, я сейчас с Сильваны еще успела пока поговорить. Вот в чем, когда ты мне сказал, что ничего не делай. Я понимаю, но просто, если там есть единичка, это означает, что кто-то с тобой, кто-то один с тобой на этом же квесте. То есть я. Стало быть, мы идем синхронно. Если циферка пропадает, значит, мы где-то рассинхронизировались. Все. Синхронизация не достигнут. Есть единицы, вижу, там слева пометка от названия квеста. Да-да-да-да-да-да-да. Вот это означает, что все хорошо. Так. Так-так-так-так-так-так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Осмотреть катапульту? Хм. Катапульта. Катапульта, 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 катапульта. А где? Нет. О, она, на носу. Носовая фигура. Носовой части корабля. Ага, вижу. О, какое. Видишь, кота похожего на лошадку, да? Это я. Буду тебя. Я у тебя уже раньше видела. Хех, чешир. Сальтовач. Какой-то оборотень класс, или я ошибаюсь, если ты можешь за кота бегать, или ты как? Ну, я друид, зачем сразу оборотень? Ну, 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 мало ли. Как это? Те терминами ночного дозора я перевёртыш, я хороший. Не, почему ночного дозора? Я просто ещё тоже привыкла по некоторым другим RPG-шкам всё сравнивать. Я же часто на Вервинтернайт, да, вспоминаю, там, или Балдургсгейт. Там у меня привычка, что даже если ты друид, то там под класс всегда был оборотень какой-то, да, то есть как бы, чтобы превращения были. Ну, да, а здесь под классы чуть-чуть по другому принципу строятся, то есть есть, скажем так, четверо животных базовых, и в зависимости от того, какой из них основной, ну, в кого друид превращает чаще всего, он себе классы выбирает. То есть медведь — это танк, кот — это, ну, ДПСер ближнего боя, царапучка, сова — это стрелок магический, и этот самый энд, древень, это хилер. Вот, всё довольно просто. Ты отсалютовала? А как это, я как бы на них... А если к ним подойти, там посередине... Я, кстати, кажется, это за тебя сделал. Такое тоже бывает. А, да? Ну, просто я всё... Нет, мне всё-таки дали эту функцию сделать. Вот, если двое на одном и том же квесте, то кто-то один может это всё делать за двоих. И там нас спрашивают, отдыхаем ли мы когда-нибудь от игр. Обычно нет. Сон для слабаков — всё такое. Ну, как бы, да. Или же, если есть что-нибудь другое, например, пилишь какой-нибудь дробовик для образа на Игромир, да? Вроде как по игре делаешь, но, типа, от игры уже ты отдыхаешь, но и работаешь одновременно. Хобби, если есть какое-то, да, ребят? Так, там тем временем спрашивают, во что обойдётся ВОВ, если брать с нуля. Да, кажется, действительно, две с половиной тысячи, потому что две тысячи дополнения, а все предыдущие обходятся в пятьсот, плюс пятьсот рублей в месяц, но первый месяц входит в комплект. А сейчас ролик, поэтому я помолчу, наверное. У тебя же тоже ролик? Угу. Терно. И да, покупать за голду можно. Шестьдесят пять тысяч примерно. Бу-бу-бу-бу-бу. Он такой короткий? Ну... Внимание, ролик! Бамс-бамс, всё. А я же тоже не знал, что это будет за ролик. Ну да, всё впервые. Игромания... Проклятье, мы тут как на ладони. Ну вот сейчас пошла именно сюжетная часть. Справедливости ради, мы наугад выбрали самую последнюю часть сюжета. То есть, по сути дела, мы сейчас четвёртую главу читаем книги, пропустив первые три. Ого! Чтобы ты понимал. Так, где-то там. Леди Сильваны выполнена. Читайтесь перед Леди Сильваны. Ветрокрылый. Слушай, а вот смотри. Ты так же знаешь, вот эту зависимость, просто мне по поводу Ветрокрылый, это у меня только ассоциации часто были с персонажем Лераэль, которые, по сути, господи, в Доте Винрейнджер. Ну, во-первых, ты же помнишь, что Дота это модификация к третьему Варкрафту, поэтому вот я прям не исключал даже небольшую сумму денег, поставил на то, что это совпадение, не думаю. Конечно нет. Вот, а так она в оригинале, она Виндранер. Виндранер. То есть здесь она тоже как персонаж, они родня друг другу или... Ну как родня, в Дотке их попереименовывали, на самом деле это один и тот же персонаж. Ага. Так, а эта часть квеста будет личной, говорят мне, но нет, мы вроде еще не в разных фазах. Да, пардон. Да-да. Герой не засыпает, а следом герой не просыхает. В чатике вариация клевая просто. Фенрис, спасибо. Надо запомнить. Настя, у тебя появился летучий мышь? Он тут на корабле такой, кровокрылый. Да-да-да, ну в смысле, если на него ты стрелочку наводишь, точнее курсор наводишь, стрелочка появляется. С которым мы знакомились тут, кстати. Короче, присоединяйся, нам там надо сбивать грифонов небесного огня. Осталось понять как. Сейчас, я Сильвану найду, а то я пока... Извините, туплю, туплю, граждан. Не надо, не надо. Ты это говоришь, но бегай. Ну не могу иногда, я иногда люблю... Ага, Сильвана, говорят, это Тракса в Доте, Дроу Рейнджер. Ну вообще-то да. То есть как бы она... Винрейнджер в Доте, она такая рыжеволосая, бредная кожа, девочка такая, как, не знаю, как репликон. Нас в чат выручают, простите, человека, который играет не в Доту, а в Лигу Беген. Да, точно, не говорили, а Лерия, я забыла. Простите, ребят, просто у меня был такой момент, я когда-то пробовала для Доты сделать озвучку этого персонажа. Так, сбейте грифонов с небесного огня, то есть это с катапульты надо сделать. А, ну тебе там надо сесть на летучую мышь. Чтобы взаимодействовать с Ири? А, вот, всё, есть. В общем, я как-то пробовала, озвучивала просто этого персонажа, но я двоих делала персонажей, то есть это была Луна и именно Дрейнджер, вот. И я как-то очень многое так запоминала, и мне там прям человек расписывал, кто помогал с переводом, что типа, это Лера Эль, Ветрокрылая, не забывай об этом. Забылось. Так, сбейте, таксуп. У меня перетащили, да, вот, наконец-то, на корабль. На кораблик? Да, я тут боевого мага седьмого уровня у Жужу. Воу. Ну, ты полагается. Ну, ты полагается. Все еще, судя по всему, в единой фазе, не в разных. Опа, так, надо как-то... А, их избивать, то есть... А, я могу уже. На носу корабля находится катапульта. Да, я вижу, 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 сейчас я распространюсь. И циферка единичка, и начинаешь их сбивать массово. Это весело, это забавно, это придумали еще в Личкинге. Тихо-тихо, что такое? Я сейчас как будто в чем-то... А, мне заморозили ее. Да, вот после этого спускаешься с катапульты и убиваешь мага, который беснуется на корабле. А, вот оно как. Так, стихо-тихо. Так, стихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, ага, вот... Я золучусь. Сейчас все вспомню. Жри его. Варево класс. Так, давай-ка. Так, у меня опять сбросили. И все-таки, все-таки разные фазы. Не вижу я тебя тут. Ну ничего, скоро обратно синхронизируемся. Сейчас мы плюс-минус уровень идем. Еще меня пытаются, да, подморозить, но ничего у тебя не выйдет. Ты... Настя, напомни, я говорил первое правило рейдов Варкрафта? Может, могу забыть. Напомню. Не стой в лужах. Каждый раз, когда ты видишь на земле кружочек... Я стараюсь отбегать, пока что, знаешь, еще привыкаешь к тому, как здесь надо рулить персонажем еще больше, чем нежели недопонимаешь, что принцип должен быть. Убегай, а то застрянешь. Если что, пока ты охотник-бистмастер, где у тебя большая часть урона от Пэта, тебе заморачиваться ни о чем особо не надо. А так, по чуть-чуть, по чуть-чуть освоишься. Да, да, Нео Варева. Я, наверное, если бы был второй питомец, который обязательно надо было назвать вместо... Ну как, я волка не хочу назвать Парева. Такая тема еще из знакомства с Венейдж. Черт побери. Так, надо еще понять, как по этим мроям стрелять. Вы получаете. Опять заморозили. Кто здесь? Ку-ку? Здрасте. Так, ну что, сообщаю. Я первый этот самый уже пробежал. Ну, ты-то-то-то-то-то-то-то с тобой все понятно, господи. Это понятно. Так, господи, так, сейчас будут, господи, 350 раз говорить. Шо ж такое. Варева кусай. Варева мсти. О, слышишь. Это еще и раптилоида могу какого-то призвать. Так, кусай. Мой хороший. Ап! Так, стоп-стоп-стоп. Давай-давай-давай-давай. Опа. А, нет, да. Четвертый еще заряжается. Ух ты. Слушай, а в 3-м этапе не очень понятно, как перебить всех парашютистов, если они прибывают новые. Может быть, там надо во время уложиться? Опасно. Ничего себе. Германия, будете ли вы брать PS4 Slim? Не будем, потому что мы будем брать PS4 Pro. Как бы, да. Вот, а Slim'ка только если выйдет из строя основная консолька. И, кстати, как вы относитесь к Mafia 3? Положительно. Мы только что вернулись с очень-очень-очень большого показа. Превьюшка уже на сайте, мнение еще в пути. Айч. И Mafia 3, в общем-то, клевая. Для понимания, мне жутко не нравится вторая. Чисто по сюжету. Потому что она рассказывает про то, как двое гопников шли к успеху, и к успеху не пришли. И все. А в первой и третьей там есть конфликт, из которого понятно, почему герой в это ввязался. То есть он не просто бандиту, который хочет быть бандиту, а у него есть мотивы. Это очень хорошо. Что там у тебя, Настя? Да, как всегда. Заледенело все. Знаешь, как зимой, я не знаю, машина не открывается. И надо, в общем говоря, чем-то залить замок, чтобы он, как смысл говоря, позволил открыть тачку. Да, или залить не замок, а горло. Или залить, как говорится, всякой дряни, вот эту магическую дрянь. Так, ну ладно. Сейчас разберемся. Ты кто такой, тебя не звали. Иди давай. Во! Сейчас всеми тебя, всем зверьем я на тебя нападу. Так. Так, опа, ладно. Три трешечка. Три. Я, оказывается, все это время бегал в коте, имея при этом бил медведя. Бегал в коте. Ну, бегал в коте, да, потому что я друид, потому что я могу. Я очень удивлялся, почему же меня так сильно лупят. Камеру одолеть, окей. Я еще приручусь к этому, ребят, спасибо большое за совет. С другой стороны, знаете, иногда мне всегда нравилось, наоборот, приближение какое-то делать к персонажам. Хотя тактически, верно, да, держать больше обзор. Вернее, да, бывает обычно. Настя, тебе говорят, что у тебя питомец куда-то делся, прости, пожалуйста, а без питомца ты, как минимум, вдвое медленнее будешь всех убивать. Ну вот, я его вернула, наконец-то. Вот, и, да, прости, пожалуйста, что ты там говорила про обзор? Ну, я имею в виду про камеру, то, что мне советуют, если что. А-а-а. А то, опять же, дело привычки, как говорится, и я... Знаешь, праведливости ради дело не столько привычки, сколько когда ты в рейдах, тебе надо, чтобы камера была далеко для большого обзора. Кстати, тоже к вопросу о преимуществах широких мониторов, но не суть. А пока ты бегаешь просто так казуальненько, какая разница? Все равно, что тебя никто не напрягает, правда? Ну, да, тоже верно, и плюс, как говорится, все познается на опыте. Угу. Так, 19 из 30, вот не дают мне добить. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Я пошел. Да-да-да, ну что? Так, питомец у меня... Стоп. Питомец, куда ты делся? Да, давай, пошли. Тихо, 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 тихо. А он мне отзывается, как будто. Он, может, страдает из-за магии, я не могу понять, с чем это связано. Я не очень понимаю, о чем речь. А что у тебя не так? Ну, в общем, я призываю, у меня очень быстро через какое-то лимоно... А большая надпись красная не появляется посередине? Что-то, типа вашего домец мертв? Не-не-не-не-не, не было такого, по-моему. Если я правильно поняла, ребята, подскажите, но сейчас вроде как... Со мной потихонечку... Да непонятно что-то. Ладно. Снова призову. Хатти. Просто... Да, Хатти призывается и словно умирает, но при этом у меня не высвечивается ничего такого. Либо я пока чего-то не знаю или чего-то еще не могу отследить по незнанию. Тайвер это не мое, это я знаю. Тайвер это я. Тайвер это, как говорится, пушкаря. Поэтому я и говорю, что не мое. Если бы это не были индивидуальные квесты, то я бы рядышком бегал, всех на себя принимал. Но, увы, предполагается, что эту часть надо проходить в одиночку. Ммморпг, понимаешь? Я даже вот из-за этого того, что питомец как-то... О, там в чатике кто-то отписался, что он скоро присоединяется к игре и пропадает на год. Здравствуйте, дорогие мои, я уже завидую, белой завистью, да-да-да. А разве дополнение можно... Подписку разве можно продлить на год, по-моему, только на полгода? Может через полгода увидимся, все не так плохо. А у тебя питомец дохлый, тебе говорят. То есть мне его надо... Ну, ты иди за надписями красными, которые появляются посередине экрана, когда ты пытаешься что-то сделать. Или, по крайней мере, проверять рез, потому что если ладошка высвечивается, да, значит, надо вернуть питомца. Я просто вроде привыкаю, да, что в баре вот это... Мой основной вроде как питомец, но вот есть симпатичные волчара. Ты чё, волчар, это чё? Который бегает рядом. Я тоже как-то к нему, видимо, привыкаю, наверное, больше души, не знаю, души и сердцем. Да, ты можешь выбрать кого угодно, на самом деле. Сейчас говорят, хантерам очень выгодно таскать с собой духов питомцев, потому что они здоровье восстанавливают. А так, кабанчик, например, умеет разгоняться и врезаться в противника с большого размаху. Вот, что оглушает его на секунду. И сбивает, например, заклинания. Очень удобно. Ты, 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 Александр, Орда или Альянс? Ответ-то, господа, предельно очевиден. Я не знаю, видно ли вам сейчас то, что я показываю в камеру в маленьком-маленьком окошке. Вот, но... Семь. Ну, господа, ну, правда же, очевидно. Будем долго мучиться. Всегда был неравнодушен к зеленокожим, еще со времен Вархаммера. Что там? Как там? Как же? Да, пока... Ну, знаешь, как бы... Чего-то нет, но держимся. Привычки нету, но держимся, да. Настроение, в принципе, нормально. Ерда, есть те, кто кому нравится этот ответ, видишь, Саш. Так, ну, ладно. Вадя, жизнь, правда, лежит Орде. Да, снова-снова чатик полон фразочками. Слушай, насколько все-таки богат на цитаты Варкрафт. Причем, что первые части, ну, они больше, конечно, за рубежом известны, потому что там всех персонажей лично Билл Ропе озвучивал, и это, типа, очень-очень круто. Но у нас же был перевод от слова Палитрокод, который тоже был мега-клевый. И в этом говорили, в армию пойдешь, мир повидаешь. А сейчас... Вернула. Варева, не стой под... Замерзнешь же. Замерзнешь? Делал, сделал. Потом тебе копыта, господи, надо будет греть. Собственно, когда-то, очень давно, в Исландии, с товарищем Кузьменко, вы помните такого по игромании, отлучились мы, прошу прощения за подробности в туалет. И выхожу я оттуда первым, к основной бригаде журналистов, ну, и как бы просто со словами, дело сделано. Вот. Следом выходит Кузьменко, который этого не слышал, и говорит ровно то же самое, один к одному. Дело сделано. Цепляющаяся фраза. Что там, Настя? Во, все, сделала. Наконец-то. Дело сделано. Я немножко не так, конечно, произнесла. Вообще, когда тренируешься кого-то что-то озвучивать, я всегда помню по себе, я стараюсь переслушать несколько раз фразу, чтобы ее потом произнести. То есть то же самое, когда вот про Лера Эль, или же вот именно как в Доте она, Биндрейнджер, с ней, конечно, тоже было много забот, потому что там, не знаю, я повешу, по-моему, головы врагов на деревья вместо бубенчиков, по-моему, она такую фразу говорит. Тоже надо было несколько раз, чтобы так сделать, чтобы это было мило, но при этом я же повешу головы врагов на деревьях. Настя, пойми правильно, голова вместо бубенчиков, это угрозой пахнет издалек, независимо от того, как ты делал голосом, ты будешь это произносить. Ну, как бы, в том-то и дело, что так и надо. И так, ну, так, сейчас, сейчас, сейчас. Смоги сотворить здесь. Нельзя сотворить здесь. Сотворять можно за отдельной дверкой. Вообще, роскошный был ролик, где студентик общался с родителями посредством фраз из Варкрафта. Ну да, или там бывало то, что, допустим, фраза еще была такая у персонажа, когда озвучила, если промахиваешься неожиданно, или не добиваешь крипа, да, то есть, ну, быть такого не может, я никогда не промахиваюсь. Она так вот на высоком тоне это все говорит. Это, конечно, отличается, да, от Луны, которая тоже какой-то прототип, ну, наверное, скажем, из вселенной все-таки Варкрафта. Вот, более героиня, ну, такая воинственная женщина-героиня, и там у нее более-таки, не за сильный. А как вам новый Battlefield и провально Call of Duty Infinite Warfare? Ну, знаете, провальная пока что... Игра-то не вышла вроде как. Или кто сказал провальная? Неужели кто-то не громадит? Ну, это же Call of Duty, она же провальная по умолчанию. Она уже конвейер, и поэтому неинтересно насчет Battlefield. Пока, ну как, после ботки интересные, кстати, ощущения. Я когда поиграла, ну, как своеобразно... Хотя глюков хватало, боже мой! На платве вот эта... Армада, когда 3-4, это солдата, не знаю... В интересной позе, как в цирке Десалей. Так, оглушение. Ну, не Десале, а вот как бывало обычно, да, то, что... Так, тихо-тихо-тихо, Настя. Откроем глаза, пытаешься поглядывать на то, что у тебя там происходит. Не, ну, вроде 2-2 пэта живы. Да, вроде как, но... Так, умения у тебя вроде нужны. Смотри, Настя, единичку просто старайся долбить постоянно. Единичку и троечку. Я, ну да, я единицу и троечку, но, конечно, четверка, она все равно, когда большой будет. Да, на самом деле, у тебя там все надо долбить. 1, 2, 3, 4. Я все и долблю, в принципе. Это когда у тебя нету никаких промежутков между использованием этих самых скиллов. Соответственно, тебе надо нажимать двоечку, потом единичку, потом четверочку, потом забивать все двойкой, а потом, как только откатится единичка и двоечка, повторять фокус. Но этому учатся достаточно долго. Не стесняются при этом не просто нажимать на кнопки, а именно долбить по клавиши, чтобы быстро-быстро срабатывало. Стоп, 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 стоп. Папапам. Да, опять. Ну, мывка, мывка, отгадай загадку зимой-летом одним цветом. Кровища. Мухаха. Так, пошли. Я до сих пор помню эту шутку и сам себе режиссер, когда еще был. Не знаю, она мне так дико запомнилась. Я до сих пор, когда вижу летучую мышь, там, будто это Бэтмен, будто это вообще в какой-нибудь другой игре. Я вечно запоминаю эту шутку. Она как прилипла, так не знаю. Кстати, ротацию там тебе расписали. 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 4, и двойка каждый раз, когда откатывается. Вы еще число пимни напишите 3, 1, 4, дальше и дальше. Не, ну это реально. Это вот как игра на пианино. Ты когда-нибудь играла на клавишных инструментах? 7 лет музыкальной школы, фортепиано. Вот, вот, то же самое, только соло на клавиатуре. Ать, ать, ать. Я вроде как люблю больше все-таки музыкально играть. Не знаю, там, Mad World наиграть, там, Depeche Mode вспомнить, Linkin Park что-нибудь такое сыграть. Ну, в общем, подобрать. В общем, постарайся запомнить, когда противников много, ты жмешь пятерочку. Когда мало, все остальные кнопки. Куда ты улетел? Или улетела? Что это такое за Эбигейл-Охотница? Ну ладно, Эбигейл. Dragon Ageing position или Ведьмак 3? Что выбрать? Ведьмак 3. Сто пудов, ребята. Исключение, вам очень нравится вселенная Dragon Age, и вы хотите именно Dragon Age. По объективным параметрам Ведьмак побеждает. Я, конечно, в Dragon Ageing position очень много набегала, но дело в том, что как-то... Все равно я знаю, что из всей этой трилогии больше всего, если переигрывать, я в Origin сто пудов залезу, нежели какой-то из остальных частей, которые выходили потом. Не, ну просто, когда вопрос стоит именно так, Warcraft 3 или Dragon Age, ну, по-моему, все понятно. Ведьмак 3. Да, простите. Хотя Warcraft 3 тоже порой неплохо в сравнении если Dragon Age, да? Кому уж как. Да, у тебя еще не вынесены на панельку. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Что не вынесены на панельку? Появится минутка с виснем, потому что у тебя таланты не используются совсем. Сейчас там я закончу с этой барышней неугомонной, и тогда будет... Так, господа, наверное, с талантами Рана пусть Настя освоится с тем, что есть. Да, просто я на выходных так и не захотела попросить, аккаунт дайте. Хотя надо бы, наверное, если что, потренироваться. А то я все в Rainbow Six возвращаюсь и так далее. Для выполнения квестов для прокачки того, что у тебя есть, хватит с головой, поэтому даже не парься. Ладно. Linkin... Linkin... Linkin Park. Если человек знал бы, как он пишется, я бы поверила. Ладно. Так. Что такое? Что такое? А что ты так меня спрашиваешь? Нестабильная взрывчатая смесь размещена. Ну, у тебя их семь штук надо раскидать. Только их куда надо раскидать, если так подумать? А, тут какая-то область есть, но пока я сейчас пыталась взаимодействовать с товарищем на мышке типа... А, вот. Сейчас я могу подойти, если что. Просто, ладно, варивай, давайте-то будешь жить. И где-нибудь там в карман ко мне забежишь, потому что мы перелетаем все вместе с этими пэтами. Я боюсь узнать, где они лежат, когда ты вот так вот на мышке куда-то переходишь. А почему сурвхант, а не или бэээм, они лучше вроде, чем сурв, кто-то спрашивает, ножка. Я тебе позже скажу, если ты играешь... Ну, там у тебя уже жених появился, который считает, что если ты играешь Линкинг Парк на фортепиано, то ты достойна. Я еще синие каждого жениха подпущу, так что может еще немножко подрастроиться. Это простите за каламбур. Так, по поводу талантов давай разбираться, потому что надо было время найти. Что с талантами Ну, тебе рекомендуют выбрать талант шквал и талант с воронами. Собственно, делай это еще две кнопочки на панельку. Талант шквал. Это мне надо выбрать, да, из списка? Да, то есть нажать кнопочку с мишенью внизу и там вот семь строк по три с выбором по три. Где-то там есть вороны, где-то там есть шквал. Это вот как раз таланты, которая табличка, да? Или я отчис... Бру! Я туплю, я знаю. Я просто открыла список талантов, которые здесь отдельно. Ну, у тебя там укус виверны есть, например, успеть шквал, у тебя есть. Стало быть, ты из книжечки можешь его вынести себе. А, стоп! Там либо шквал, либо вороны. Настя, что больше нравится? Шквал или вороны? А я ничего, наверное... Ну, как я вороны уже по сути... Ну, как бы там ни было, шквал у тебя есть. Шквал, он помнится по нескольким противникам, поэтому ты смело заходишь в нижечку умений, ищешь там шквал, выносишь куда-нибудь себе. есть, да. Просто вороны, по сути... Сейчас, я, наверное, заменю тогда вместе с... Вороны, если я правильно помню, они против одного противника, а шквал против нескольких. Ну, значит, соответственно, я не знаю, ворону можно тогда поставить просто, да, а потом просто сориентироваться мне главное, когда использовать, да? Ну, типа того. Ну, что ж, всё, продолжай. А то я уже, кстати, закончил эту цепочку и жду тебя в Штормхейме. Просто стая воронов, это вот это, да, имеется в виду, вы можете изменить таланты только в зоне отдыха. А, да, ты же не безопасная зона. Ты сейчас не в безопасной зоне, ты всё равно не сможешь поменять. Вороны против одной цели, шквал против всех. Хорошо. Господи, советчики, пусть уж... Так. играет. Не, ну, долго проходит. Ребят, знаете, как бы, вы можете заниматься тем, что, там, бежать вперёд, как хотите. Обычно у меня так друзья все делают, а я где-то позади причусь, потому что мне всегда хочется постепенно во всё вникнуть. Да, я могу быть тормозом, да, я могу быть очень тягощённо проходить тем самым игру, но, знаете, это не ваше дело. Каждый по-своему этим занимается. О, шквал сейчас попытался. Александр, какой класс в Вове считается самым сильным как ПВЕ, так и ПВП? Никакой. Тут баланс постоянно перекашивает. Вот. И даже если кто-то появился, что вот именно сейчас, ну, сейчас, по-моему, последнее, что я слышал, шаманы элементали просто всех рвут в капусту, это значит, что это продержится даже не до следующего патча, а до того момента, как у какого-нибудь другого класса не поменяется обмундирование на более высокий уровень, и рвать не начнёт он. Нет, тут оно всё плюс-минус балансировано. Класс надо выбирать по душе, а не по крутизне. Ну, да, рога с ванилы самый сильный, чистая правда. Жалко, что больше не актуален. И то, рога против хантера это кто, кто в кого первый выстрелит. Так, пусть. Пусть, пусть, пусть. Молодой человек слева, плавненький. Плавненький? Я не верю на счёт зависит на интернет, у меня просто ничего не меняется, а оно то тормозит, то нет. Я в прошлый раз оно банально камеру не показывало. Не ладно что-то в Датском Королевстве. Датская Королевская. Плавненький Александр. Ну хоть не плавленный, не на том спасибо. На то был бы сырок дружбы. Так, ладно. Так, у-у-у, какие ребята впереди. Ну ладно, пошли. Кусь, 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 мужик, ты что? Ээээээ, слышь, ку-ку-ку, тихо, 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 вот видишь какой хороший сразу справа раптует, что ты меня трогаешь-то? Господи. А ещё, ага, они ещё и блинкуются, или как из дымки выходит или хотя насчет этого инвиза что я просто за спину телепортируется и все когда кто-то нападает на тебя немедленно натравливай на него пета но как бы у меня основные по это они натравились на дальнюю цель а как бы на меня другой набежал я расстерялась какой кнопочка это чел окей а то тут 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 господи ребят видите тварь какая-то давай я независимая геймерша с питомцы причем не только с котами как бы это не звучало во всех смыслах так окей вот а то что у близзардов самое сильное оружие это нерв хаммер без сомнения но точнее у них два они еще бывают апнут кого-то так что ты просто за сердце хватаешься я помню как ретриков однажды набафали беспощадно и просто ты ничего не можешь с этим сделать хорошо потом понерфили в катаклизме было очень приятно что хантеры рулили и ты в дреноре был какой-то момент опережая всех по дпс у бальзам на душу нельзя просто агрить поэтому можно для этого настя должна понять как это делается ну да пока настя тупит я уже говорил это нормально а ты пробирки наливаешь фигню до внутри пробирки хочу мне мама медик как будет так что про пробирки или школе химия был про пробирки знаю так собственно человек хочет поиграть в вов но он в мм он ну гайды долго смотреть вот не надо смотреть гайды настя сейчас живым примером доказывает что сел да играешь ёшкин свет и причем пусть я медленно играю что жалуются но все-таки я играю а дали на о боги как страшно медленно играть это как знаете ребята вы попробуйте как-нибудь извините если знакомились сквал неожиданно вызвал ну ладно пусть будет так окей от вы тут маленькая дрянь отстанет от меня уже до нас тут предупреждаю что слово пробирки не стоит произносить вслух роскомнадзор все такое ох ох этот роскомнадзор ой 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 как я конечно наблюдаю с некоторым опозданием но когда ты юзаешь квал ты немедленно агрешь на себя всю комнату я умерла до 1 . и не досмотрела ну ладно покинуть тело вернусь таки сейчас убеда и нормально так целитель душ а воскрешение через определенное время идет его что посоветуешь новичку в вове там говорят игра и хилом ну не согласен хил это все-таки большая ответственность довольно мне очень нравится как блины и что же говорили о это быть моей и ешечкой а потом вот это чертовая чтоб тебя господи где хил начинается в рифте тоже да и не в рифте и новичку освещено здесь какой-нибудь чисто боевой класс типа все того же хантера за хантера кучу проблем решает под значит на будущем я запомню чтобы я ворон таки вкачала себе лучше и брала нежели шквал и шквал как полезная штука я понимаю наверно в определенный момент обязательно полезная полезная на просто когда у тебя так ведь не хочу да на себя когда я вот такой вот гоняю сама по себе по сути вот ходя пока задание очень долго отходил после того как новую вход все переделали да это было очень больно но вообще-то это было необходимо а как вы переделали а но нова была очень бинарным персонажем она как бы либо вы обгоняете по уровню и она рвет всех просто в клочья в капусту либо вы отстаёте по уровню и от новой нет никакого толка вот а там же народ привык рвать в клочья а ее взяли сделали такое более балансный она должна подгадывать момент когда выскочит то есть она может нанести огромный бурст урон неожиданно но для этого противник должен быть полу дохлый если она его не добьет противники и съезд сейчас как-то так это и работает ну по крайней мере по моим ощущениям а то просто это как давно они сделали вот такую поправку ну давненько давно не заходил ход забросила его ну сколько-то месяцев о скорее всего буду охотником все мы плодим наших людей я счастлив на наших людей плодим пачкованием размножаются охотник разве игра не устарела по сравнению с новыми корейскими ммо сударь ответ прямо в вопросе кроется это же корейские ммо и и потом все таки как говорится корейские ммо они могут казаться там типом кого взять не знаю что у нас там как он black desert допустим хвалили все типо а вон вы там клево красиво пьерсы сделать и будет там радоваться чё побери я конечно не играю часто подобного рода жанра игры да как говорится не мне может быть и судить но честно бездарно проведешь скорее всего с такой игрой корейские и террористы моря которые там я не знаю упасил я бы то описал так что есть варкрафте есть его онлайн и все остальные кстати да как риски это даже не жанр я конечно говорю что выходят дополнения каждые два года да таки корейским ммо выходят дополнения раз несколько лет а так это одна и та же игра просто с разными названиями я конечно говорю что вот допустим в фонлайн не хочу возвращаться чтобы но времени терять а так то я не жалею что я знакома с это и так настя на тебя сейчас вообще-то на верхнюю палубу надо бежать я на верхней палубе а окей все отстает трансляции по краям глаза под по погляжу его дратите дратите я залегся играть в любые ммо пока не появится наконец-то не и рашун ты не рашун ты плюс узнает кто-то не понимает киберпанки асяся а ты точно веришь ты на верхней палубе над тобой потолка нету меня просто здесь тоже склянки есть которые не запомнила а сразитесь с геном ага и осклянки все тебе наверно конечно сейчас фармишь экспу но лучше идти по квестам быстрее будет питомец сварива все в порядке лишь лесенку да я знаю я просто пока проверяю все ли нормально местами а то еще скажут что я живодер что greenpeace меня не простит с животными издеваю сидела как вам elder scrolls онлайн лучше был elder scrolls оффлайн честное слово я тоже не могу смотреть на свитки на ну как со стороны что уединенная вселенная где предоставлять себе уединенность какую-то твоему герою которую ты создаешь делает вот этот табун скажем людей выполняющих квесты до бегающих есть красивые конечно места там можно создать симпатичного не знаю каджет у меня был симпатичный кстати я помню девочкой пробовал в это тесте и не только в бетке но знаете надо пары до времени кому-то при кто-то находит конечно симпатичный момент надолго не хватает так я типа сдох отстаньте насть если что отходить от них абсолютно бесполезно я понимаю но я забываю все время если у меня склянки для подхила а по-моему них не осталось не суть просто когда ты уходишь от противников ты начинаешь новых игрить ты в обрак падай и не парься а то да ё-моё я просто думаю могу ли чем-то подлечиться собственно говоря не нового в теки в бою не можешь ведь и так скажу точнее можешь если у тебя есть по уши на на пошли на пути я не вижу вот именно я смотрю вот поэтому добей пожалуйста того чувака который есть ну как как которые есть но у меня здесь не несколько они все по мне вот их надо агрить поэтому это самая самая левая кнопочка на панели пэта сейчас я умру и вернусь и попробую заново я учусь смотри 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 когда тебя кто-то жрет и нажимаешь на него левой кнопкой мышки чтобы выделить потом нажимаешь самую левую кнопку на панели пэта которая заставляет пэта его атаковать да я как первые но единицы первоспособность верно нет не единица выше а выше один комбинация есть да 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 это но вот тогда пэта начинает атаковать противника противник начинает атаковать пэта а ты из этого боя выходишь и все счастливы вот кстати насчет акшон не убежишь перекатами не свалишь перекатами ты как раз свалишь грубо говоря у меня этот охотник гоблин сейчас он чем хорош он во-первых может назад отпрыгнуть на 20 метров во вторых можете вперед на реактивном ранце на 20 метров прыгнуть нет вот так вот убежать может а пешочком нет ну а вот эта комбинация первая который ты говорил что по это такую это на активно она вечно красного активно я говорю что когда противник какой-то тебя атакует натравливай пэта именно на него чтобы противник переключил внимание с тебя на пэта это вот самое главное что делать а в киеве сейчас жарко да ну по крайней мере вот футболка это все что тебе нужно на улице я до сих пор радуюсь что у меня машинка кабриолет не знаю как будет зимой она свежекупленная но летом и сейчас все в порядке так на сначала убей всех внизу потом лезть на на главном точнее не всех проходы расчистить собственно говоря дальники меня тут цапать пытаются вот тех кто тебя цапать убиваешь и после этого лезешь на верхнюю палубу к верхнему дядьки когда ко мне не от меня станут их там сколько я я три штуки вижу привет у вас 25 градусов сейчас где да просто сегодня конечно я видел с удивлением так 22 градуса в москве но я вышла на москве вроде когда согласно официальному прогнозу погоды завтра с окном 28 сворой да никнейм выдает украинское происхождение я на этом на самом краю виноградника живу мастицкая правда в мюнхене отлично ничего сети ну привет скажем так так тихо 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 мужик 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 смотри какой волк смотри какой хороший волк да блин поварива варива варива пробудись варива восстань ты нет как бы да ты меня пока лупишь я ничего не смогу сделать так стоп 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 убеги от меня интимные вопросы задают я пока не до интимных вопросов сорян петт умер надо воскрешать причем реально прямо в размере еще не на его освещать область а ты меня послушай пожалуйста что когда пэт умер ты его воскрешаешь в бою а сама притворяешься мертвым для того чтобы противник напал на потом так я сейчас начало наоборот сделано как я умерла потом воскресила по это просто не успеваю воскресить когда меня отцапают и уже как бы понимаешь успеваешь это в любом случае первое что надо сделать ну хорошо запомню постараюсь ну ты охотник без мастер как повелитель зверей по-русски тут я пойти завязана половина умений половина урона то есть когда он умирает считаю что тебя поделили пополам прикольно хорошо я без хромаке зеленый фон уполз ты ты вот а тут если что насчет конфликта там как раз два оборотня со два воргина что-то не поделили можно было почитать квесты и тогда все было понятно данность меня читаю но как говорится оставляю скорее всего больше выбора чтобы и народ смотрела за данными которые на экране собственно говоря есть чтобы ждет я вкратце говорил в основном вославь пэта слава сливания здравствует пэт воскресе бы своя пасха воду в варкрафте под воскресе я вижу тогда набирай квесты сейчас мы их экспресс методом потому что согласно заявленному времени у нас осталось около часа осталось давай догонять чтоб я пытаюсь завершить на мне как будто бумс не дает о так ты жива похоже с ней такая чокнута как представляется на первый взгляд это чудо что тебе удалось выбраться с небесного огня живое так выберите себе награду поняла все на рукавники темного следопыта на плечной щитки тело следопыта сейчас по характеристикам а принципе что не возьму все лучше еще у меня есть как-никак единственно что на рукавники достаточно если зажимая shift ты видишь что на тебе смотри просто тупо на уровень предмета если уровень предмета выше чем твой просто бери вот и все да я так вот принципе лишь наплечники так поговорить с над сейчас поговорим только наплечники бы наверно надеть что у нас там появилась так так звуки эти конечно еще пока привыкаешь так клеймо королевы банша кстати это можно одеть якобы персональный аксессуар окей ладно потом разберусь что это не до украшений я просто пытаюсь посмотреть где у меня собственно говоря броня какая-нибудь лежит то что я вроде как на плечники же взяла а где они у меня я пока не вижу или не понимаю но это сейчас надо как-то плачь на плечи искателя а вот все ничего себе я с такими здоровыми плечищами буду бегать но это конечно варик что я хотела так у саши сегодня симулятор зрителей летсплееров ютуба смысле ребят ну смысле я больше с тобой общаюсь и наблюдаю за твоими действиями чем играю сам еще занят вообще страшно представить так и я еще то есть тут так удобно принципе сделано что можно открыть у тебя допустимые предметы что можно надеть на персонажа и прям сразу высвечиваться ну честно говоря проще в сумку заглядывать и смотреть что там обведено зеленой рамочкой ну я как говорится пока еще привыкаю ко всему ах ты ж тяжело дышишь так тяжело и неказист жизнь учителя связиста так что набрала квестов поговорите с надо нас сейчас я его поймаю и точнее тут есть аптеку то есть вот дополнительные которые высвечиваются их все подбирать до конца подряд и что ты имеешь ввиду набрала ли классно все восклицательные знаки ты должна со всеми поговорить набрать все 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 квесты хорошо сейчас я это сделаю так что с котом ты просто не не видела как я развлекался пока ты читала надписи а публика а публика подглядывала бессовестно ну да часто медведь не ну как медведь не такой же медведь если вдуматься знаешь как-то назвать тебя оленем это так все набрала квесты набрала 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 даша я узел лекаря взяла вообще-то как бы я почему-то на танца упустила он тут был рядом на мыши не было его рядом не было брал летел все за мной не обещал вернуться с тобой ну да и иду-иду expecto патрону тут ты не высвечиваешься я не горит давай садись коляску и поехали вот он герметичный контейнер а еще и вот и в этих лениво постреливай у нас главное почечки собрать а мне а вот это надо убивать их вот здесь 10 штук надо контраку пить вот еще одна бочка собираю а еще у них там какие-то он вешу тебя там шкала посерединке вот ее заполнить надо если ты еще по это будешь натравливать на тех на кого я собираю вокруг себя это же будет очень вместо вас нам их к счастью надо 10 штук на двоих убить они каждому но чуть-чуть осталось у меня говорят за непися приняли потому что имя роли плейная но в общем да я честно дико страдаю от того что нет на свете русского rp pvp сервера собрано но разработчики не верят в существование русских рпшников я в принципе понимаю почему он кстати вон вон он вон он говорить вот лишь то там где я на карте это показание то сбором контейнеров да мне чуть-чуть осталось просто один какой-то сначала контейнер и потом говорить какой-то какой-то маутинью я собираю понимаешь сразу бески ловных игроков так они мне не пополняется и причем да это не значит я там чуть про себя имею ввиду я не скиллон я не имел джи никакой а меня как будто счетчик вроде заполнен наверное все заполнился но отлично помогает уваливать вот этих толстых тебе виду и толстый нам все еще надо 10 штук где-то найти и у купить он еще одного вижу не надо не надо я теперь очень прошу и еще я прошу чтоб что он тебя там атакует ну ладно его на себя переаграм нам не сложно тебе независимый орг женщина со своими питомцами это ты когда до инстансов дойдешь ты осознаешь что поэту надо отключать down потому что иначе он будет срывать станка но пока смешно конечно скользят это я вспоминаю как в том же battlefield забывает что так смотришь кто с печенегом сидит а почему скользит как не знаю фигурист какой плющенко так ну что мне последний контейнер остался и нам еще двоих надо убить вот один вот он вот ты уже его по-моему гуманил у меня все остался последний толстый на убить вот он тархун рулит говорят я прям на нем и черепок повешу мне кажется знаете да какой-то слишком детки получается по цвету тархун и какой-то знаете не очень качественный я не знаю где это в зоне припяти что ли мы такой тархун а это просто он концентрированный сироп так ну что пошли к знаку вопроса сдаваться где-то мой мама сосыкл почему не могу сесть на масса цикл почему я в бою а там слезня на нас да и все другое все заразы я просто пока хожу гуляю себе а как обычно спирт со щавелем нас . прошу мадемуазель присаживайтесь спасибо шки это собственно в игре появилась услуга до 20 по моему левела можно вызывать личный транспорт и кататься в коляске так сдаемся тут словно поставь контейнер только не расплескай дают нагрудный доспех того же левела что и у меня вот же гадство дело в том что у меня дреноровские из рейдов 685 уровня как раз мне обновляться смысла не имеет пока будешь готова садись коляску завершил все взяла так сейчас и и и и и и и и вот кстати а что касается имени персонажа то прям рекомендую погуглить книжечку из которого я его попятил очень его люблю книжечку хипстерский смузи с бейглом поговорите с на опять же да 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 поэтому в коляску значит погоди киеве в ул гн е г т так интересно проедем тут не проедем советские житах хум импортозамещение и господи а по мне абсент кто то говорит так так смотрите место крушения ветра крылой видишь звездочку на карте сейчас увижу гнев к милости куда это он побежал за ним что ли бежать теперь ладно до звездочки потом доберемся где-то я слушаю по моему за ним не надо бежать по моему здесь надо просто поубивать бойцов альянса не более чем поэтому давай все-таки сначала к звездочками днемся потому что звездочка это какой-то рарный босс которого если убить из него выпадет какая-нибудь вкусняшка призыватель гибель о подожди это кто часто тут тут хищные рыбы просто водится их попробую поплывать но тут самое главное чтобы этот босс не прятался где-то глубоко не обращай внимание этого сниматься просто лезет можно еще слезы голодриэль замутить вода водка три банки сгущенки и чистый медицинский спирт простите конечно но это же туристический бейлис какая еще голодриэль так а он в воде мы его там не можем атаковать окей я промахиваюсь да промахиваешь потому что он в воде ты пока сама воду я водяной поиграть кто со мной так погоди а чего от нас по звездочке то хотели где-то здесь есть что-то ценное здесь области меня высвечиваться по крайней мере но если у меня гнев гилстине высвечиваться как основное задание гилнеса или судьба ветра крыла у тебя высвечивается слушай погоди но пришли мы на звездочку а что тут у тебя квест гнев гилстине да но мы сейчас пошли не по квесту мы сейчас пошли на побочные и рандомный этот самый ну примерно как ведьмаке это устроено идешь идешь базу думный этот самый хорошо я так и заправлю пока не набежала толпа крабов а чего не а можете поговорить надо с капитаном говорят подсказывать настя с собой присоединяйся надо было поговорить с матросом чтобы случайно события активировать поговорить со мной поговорить со мной пага-пага ладно так тихо много не надо такой у тебя он потом из которых целый медведь в этом как это так что тоже не надеюсь ты не будешь этого делать я думаю что мать имеется ввиду все-таки не мама первое о чем ты думаешь когда видишь эту дуру не понимаешь это достаточно милая мать клешня я самая омерзительную клешню какую видела в последнее время потому что ранние игры пока еще слабо какие-то припомнить могу видимо может уже все как бы там ну привыкла увидела окей победила так что говорится с последним что свеже запомнилось техноменсере самый первый босс здоровая такая махина просто как раз краба подобное на тебя нападает там маленькие такие креветки везде тусит видимо она решила выпустить и отомстить за то что все креветки уничтожены техноменсера вот в общем и ты как джедай мят палк такая там отделал эту странную фигню и материлась босс понимать моя все нет больше матери если я так добра что мне из нее предмет не выпал мне из него выпали только ресурса такая вот нашла что-то вкусненькое целая сверкающая чешуйка ресурсы да ничего особого и обыдно ну ладно значит не не по нашу душу босс добро пожаловать на борт обратно пойдем гнилость теня удовлетворять наверно даже не вкусно если сварить с лавровым листом с укропом нормальный крабы самый лучший на этот вкус не такая дичь саш ты хмелевар сделай стрим по крафта про крафтование всяких игровых сиву с удовольствием мака такого типа не когда-нибудь обязательно он для ролик про это самое пьянство в играх мы сделали вот отчего бы стримчик похоже не сделать так дергают со всех сторон хорошо что мать кришня святая мать всех раков мира так здесь нам надо альянсеров мочить пять штук а вот этих я здесь сейчас пойдут уже простенькие квеста то есть то то были были типа как события и они требовали гораздо большего не знаю внимания и концентрации а здесь собирай всех вали будь счастлив мать кришня мать кришня это вообще на самое лучшее оправдание тем кто вообще не умеет что там играть во что-то играть или затащить не знает как наверно потому что у меня мать была крышня но это тоже на себя не уважать если так сказать у кого-то девушка крышня ужас сочувствуем да саш на это что чувствую слушая судя по всему как бы один и тот же алкогольный напиток который делается из подручного материала имеет разное название в разных тусовках вот потому что это реально был туристический бэрис если ты просто ходишь пешком по горам вот и сундук нашла я просто видела что-то блестящее я это решила посмотреть надо инстинкт так и говори а почему я не могу на лестницу зайти вот я тоже пытался и не смог ты единственное что наверное можешь это туда сверху на маме из ружья сверху смотря какую позицию занять ну не важно не важно догоняй лучше меня я все равно всех на себя собираю кстати там кто-то предлагал помощь в качестве армии тьмы на подходе ну валяйте толпой то веселее будет а кстати я не луз а лис ну а кто ж знает вас как читать ребят так стоп как тебя сейчас найти одна карте просто я пытаюсь ориентироваться как в принципе я уже просто убежал к следующему я пока по этому предмету тут капитан связанный валяется спасибо за стрим всем добра и тебе добра человек спасибо что зашло как много добра чаетесь я кстати знаю может я завтра вечером вдруг смогу лорд of the fallen снова запустить только уже без проблем с вертикальной синхронизации которые из скажем я не на пока играл просто playstation а у она как компьютер короче чудит вот кстати я на выходных бегал на стриме с неким темнилкой вот он сейчас изъявил к нам желание присоединиться поэтому знакомься и рады знакомства дратути дратути вот причем мемчик древний как седло мамонта он же еще из городка пришел где был модест и тут вдруг неожиданно вторая жизнь а знаешь как бы городок так часто вспоминается я помню тут dark souls когда поигрывали мы с друзьями точнее в основном мои друзья в целом придумали песню на мотив городка только на dark souls типа хочется вернуться а как хочется ворваться в твой мирок бутылку эстуса в кармане и уделаешь у текатаны о мой бог где без спроса ловят ходят в гости где много зависти и злости милый дом кармана весьма совпадает подходит под dark souls а ты хорошо поешь но это я продает акр и этот я и раньше знал но лишний раз убедился но я пока так иногда по повсюду его понятны так нам присоединился еще один товарищ из чата некотором арка но то возможно фазирование не отдает дает фазирования. Все мы тут в одном этом. Слушай, мы сейчас просто по квестам пролетим пулей. Это хорошо. А то я все время медленно прохожу. А тут, видимо, не выдержали такие гольд. Дайте мы зайдем в Уолта-Парк, чтобы она быстрее закончила. Халк моего детства. Здравствуйте, меня зовут Модест. Запись этой песенки. Просто периодически мы с друзьями, кто когда ее поет, иногда у меня и просто товарищи поют. У меня как-то подруга умудрилась очень клево. Какая-то была тема. Если я вспомню, как-нибудь смогу спеть. Так, а там спрашивают, что у Бородатого со звуком и что-то мне подсказывает, что речь обо мне. А что у меня со звуком? А в смысле со звуком? Если придавлено, ну да, у Саши такой микрофон, а если его тихо не слышно? То есть у меня все это время был плохой звук, и вы молчали? У меня же микрофон тьма тьмущая. Все нормально, да. Тут даже Паша спала. Что такое? Что, все нормально? Что, сейчас все сделаем? Так, Настя, ты нужна? Паше не надо. Когда про звук говорят, он сразу тут просыпается такой, что? Нам тут квест выдали. А я просто к Натанусу иду, смотрю, у него... А, сдать надо, да. Да, 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 да. Я же говорю, я пока добегу, это так же, наверное, знаешь, как после Игромира. Я буду добираться до дома, вместо того, чтобы там полчасика доехать, там у меня папа рядом живет, Митина как раз. Вместо полчасика, получается, я, наверное, буду полтора часа добираться, потому что после каблуков, если сходить целый Игромир, я так же медленно буду, как квесты сдавать здесь. А почему ты будешь ходить на каблуках на Игромире? Костюм. Какой костюм? Рипер на каблуках? Ну да, надеюсь, что... У меня пока не успевают дробовики из работы и стримов доделать, господи. Дробовики, они непростые у него, черт побери. Так, Лик Охотника на грифонов, на голеники... А, у меня, кстати, на голеников, по-моему, нормальных нет. Настя, все что угодно, честное слово. А ты постарайся. О, еще если нормально будет где переодеваться, то... Вот. Я не могу ответить на вопрос, куда нам сейчас? Настя выбирает шмотку. А когда не ходили с девочкой на шоппинг, да? Вот только не надо. Я, кстати, когда обычно себе выбираю вещи, у меня это очень быстро занимает по жизни. Я не люблю на это тратить. Просто в играх, когда ты думаешь, где, куда такнуть... В играх все гораздо сложнее, понимаю. Нам, судя по всему, по лесенке, точнее, не по лесенке, а вот сюда, по склону наверх, где сидит некий босс, с которым надо содрать голову. Причем, одну голову мне, вторую Настя. А, тут у меня темнилка. Это... А, спасибо. Или... Или меня просто встает... Друбит... Туберкулома. Десять из десяти. Господи, я интересно... Я уже вижу. Куда хоть. Ха, я уже вижу. Наверх, наверх, наверх. Наверх. Меня просто везут на здоровой черепахе. Паша, все пучком спи дальше. Да нормально все. Тут просто... Наговаривают. Я не уверен, не промахнулся ли я мимо босса. Паша, лучше перебдеть, чем не допдеть. Короче, поднимайтесь аж на самый верх. Там звездочка. Ага. Вот. Ну, правда, боюсь, что тут ее какой-то тип уже лупит, и мы ее убьем раньше, чем вы добежите. Да ничего, мы с темнилкой зато вместе. Так, смейте вас, как с телефона слышно. Понял. Ну, сейчас-то я уже не смею, простите. Но к следующему разу потестирую разные варианты. Мы успели добежать. А тут вот сейчас трофеи посыплются. Ты опять будешь долго выбирать. Знаешь, это был симулятор выбирания предметов. Черт, по-женски. Ой, паучков-то, паучков. Армия тьмы на подходе. Мамочки. Страдала только моя горсть. И опять только ресурсы. Нет бы уже предмет уронить. Вот в чем минус хорошей экипировки, оставшейся после рейдов. Тебе очень долго не грозит обновление гардероба. Дайте-ка я за вами тоже на своем. Так, и я босса нашел. И вот тут уже опять бьют без нас. Так, а вы там внизу, да? Нет, стоп, это альянсер? Нет, это не альянсер. Это просто кто-то сотового ловала. Фух. Да, присоединяйся. А то его сейчас опять убьют и нам ждать, пока его воскресят. Ты знаешь, как бы... Ой. Я даже не успеваю пока что залучиться на этом всем. А вот, да, вышел футболистый седло мамонта. Но это относительно новое седло мамонта. Все, голову оторвали. Красиво, потертое. Ой. Плюс, когда БГ? БГ уже было? Это... БГ мы... Нет, БГ мы еще не показывали. Желаю удачной охоты. Эта игра не для меня. Ну, как всегда. Каждому уже свое в этой жизни. Так. Хромакей слетел. Позади фольга. Да, я в курсе. Он слетел с самого начала стрима. Так. Идь. Да. Ну что, Настя. Добро пожаловать в кресло. Да я уже садилась, по-моему. А ты что-то делала из петли. А, что-то я тебя не заметил. Ну да. Да, так. Та-та-та-та-та-та-та. Так, сейчас можно. БГ. Просто я про БГ сразу борюсь за грибщик. Боже мой. Где БГ? А тут привыкаешь, что БГ это батлграунд. Где две оголтелые толпы, примерно 15 на 15, хотя бывают варианты, пытаются друг другу вламывать. Встроенный в World of Warcraft маленький батлфилдик. О, лифты. Как я по ним соскучился. А у этих викингов, точнее в райкулов. Вот эта вот архитектура, которая подразумевает наличие лифтиков. Это клево. Только ждать их долго. Такие мамонты клевые. DX Racer моя мечта. А согласитесь, вот они крутой product placement сделали. Все сидят в DX Racer. А кто не сидит, тот о нем хотя бы мечтает. Но, честно скажу, удобная штука. Так. Опять 280, точнее да, 685 левел. Ой, ой, как-то я на мамонта подсел. Мамонта, не знаю. Да, вон тут, видишь, мамонт скачет ездовой. Если на него правой кнопкой нажать, можно сесть в седло. Тут Хави, да, следующий квест дает? Верно, да, все выбрала? Тут много квестов дают. Все, все, все. Все, все, все. Знаки собирай. Вот, и будет поговорить с Хави, соберите разведданные Шру. А, ну и, собственно, все, два. Так, я тут завершила. А разведданные, это тут прям неподалеку. А, тут торговцы еще, если что. Я просто так посмотрела мерком. Так, ой, а что-что-что такое? Кто, кого вырвало, извините, пожалуйста. Да, вот, кажется, Деснайта нашего. Да, они любители. Ну, надо как-то сдерживаться, ребята, извините, пожалуйста. О, Настю на грубаши. Сейчас, подожди, мне там напомнили про еще одну очень страшную штуку, мамонтичную. Грубаши арена, да, посмотрел бы я на Настю там. Ой, не надо. Legend of K. Не надо. Так, сейчас, я с чем-то хотела разобраться. А, точно. Да, простите. Как говорится. Не-не-не-не. Да, это я могу сделать так. Сто пудов. Все. Все, успех. Привла себя в порядок, да. Нормально на горенике. Так, извиняюсь. Оп, где-то там. Где-то тут. Так, все, поехали, да? Масыкл. Масыкл. У меня папа первый мотоцикл, который у него был, назвал Моцарт. Типа, Моц, Моцарт, а потом подумал, а что, прикольно, сделал футболку с Моцартом и солнечными очками. Ну, местами даже логично. Да-да. Так, надо подобрать предмет. Труп существа. Подбираем. Так, по всему, разведчик не справился с задачей. Беднежка. Так. Шпион Швейдер. Ох, именно. Так, ты же знаешь, что для того, чтобы сдать квест, надо нажать прямо на него, справа вверху, да? Вот я сделала, да. Правда, завершить. Он, правда, да, высвечивался, в принципе. Я этого сделала просто. Все, пошли шпионов валить. Тем более, что их нам любезно подсвечивают на карте. Влюбленный воронух? А, понял, понял. Это, собственно говоря, шпионы, тем и заняты, что они в себя влюбляют. Влюбленный воронух. Ой, господи. шпион швейдер тебя удивляет акмелевар тайвор нет чего бы не знаю так тег и нам кажется внутрь а может быть и нет по по крайней мере здесь есть сундук с сокровищами а шпион похоже нет этажом выше это мы сюда просто за сокровищами вломились я спрашиваю почему ты бросила играть в его онлайн подписка отягощала если честно серьезно как то они сейчас условно бесплатно сейчас делают но я особо мне был товарищ очень хорошие знаешь как бы мозги которые варят просто дай боже потому что программист умелые и рукасты как говорится и поэтому него просто очень криво организационно все значит что мог сделать поэтому он держал наш под как там есть корпорации которые объединяются в свои альянсы у нас была корпорация он вполне был хорошим целом и собственно среди такого перевод передового отряда я помню мысль колдырями в общем говоря рулили там но со временем как говорится напрягало не знаю плюс в денежку стоило тогда так за мной влюбленные убегает них убегай это он тоже оценил что ты умеешь линкен парк на пианино на клавишных еще мне это синтезатор дарите я тогда и на синтезаторе бы играть автоматически причем а вы кстати наверху по моему да 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 поэтому беги на самый самый верх я тут шпионию то уже нашел пока не спешу атаковать тебя жду а то вы не можете этого сделать в режиме боя а ну ладно сейчас дать его фришной кстати уже осталось кто там спрашивает я знаю как мне это в чатике спрашивают да она уже но еще к ответу на вопрос таковому мои два персонажа как раз говорю у меня был не была девушка калдарий и еще и изгалент в общем они все перешли к моему другу и он там по моему уже в чуть ли не в пять окон играет в эту игру салона мамонта тетом пообещали довести я тут старательно пытаюсь не убить шпиона раньше времени я пока на мамонта не подсела тут я подсела я могу на своего на а темнил кого да давай так извини темнилка пожалуйста я вижу что ты прибежал даже не на мамонте на хорошем конечном да я просто на своего этого чупакабра образного кота села мне просто у подруги хороший кот есть его чупец зовут вот ты как-то наверное вечно кошаки а пантера чупец чупакабра как всегда так шпитер так и он шпион да я вижу газу спички он я не успеваю даже туда я знаю что может даже не советовали про камеру дали как же атаковать ближайшую цель на антож какие-то команды существуют определенные на или на еще все время помню что было ну такая табличка специально с быстрыми командами ты сразу защелкиваешь и можно принципе атаку прожать достаточно ну вот здесь что-то подобное тоже можно настроить если задаться вот солью а теперь ты можешь сама превращаться в воронах а ну точнее сможешь когда сдашь квест тек вижу звездочку неподалеку но пока не вижу к ней подходов у бойца слева хромаки не пашет а он не должен пахать и так все задумано ребят о а я нашел как пробиться к звездочке как задумано настя догоняй догоняй опять босс опять босс я вижу я здесь вон она стоп только что ж был здесь ну молча ложак ставит его ребятки переагрили я не заметил опа да все первым я и себя хромо хромо кей хромой ключ так задумано что это зеленая скала да у тебя там атмосферно короче я тем больше на меня наваливается постепенно я его креслом стукнул разочек вот а пашу все таки снаряди на то чтобы он его настроил зеленка есть а хромо кейни пашут кстати не знаю а мне он выронил фиолетовый аксессуар и потом хромо кей это штука такая короче это потом и не стрим на 10 настя тебе из босса никакая вкусная вещичка не выпала я бы часто смотрю всякие в основном какие-то ингредиенты всякие у меня там лапка аксессуарчик фиолетовый 705 левела мамонт все про прыгай в ракету по пути почитаешь просто еще кстати инвентарь же можно полностью развернуть как бы можно шифт б прыгни в ракету и делай все что угодно сейчас еще ракета ракета или как как а вот он как отлично лапка 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 пока не вижу фиолетового это мне выпало я просто похвастался это молодец я понимаю корнеплоды и бочки с киров поощрять надо между прочим не хочет стараюсь сделать настя этот квест специально для тебя я даже не буду его делать делать смысле древние испытания сейчас завершаем испытания хави которые да 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 ты же видишь что тут надо делать в бочке с крабами а также налито зерно да рамки такие действительно потому что играет на монике вон там он вон внизу этот указан на каком lg ультра уайт со стороны ребят а сколько дюйма напомни я я сейчас пока с квестами там у меня голова в квест ну короче дофига дюймов может что и 34 с своими 20 семью нервно и не только судьбу я там найду конечно больше ничего ты мне не хотел посоветовать там найти так корни плоды добавлены крабы добавлены боже так сейчас надо корни давай добавляй то есть это надо корзинку женщина смысле это так она такой прицел так он работает ступить я я пока шут не понял тебе надо подойти к корнеплодам прицелиться и метнуть их в котел я в котел а вы в сам котел есть крабы 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 где крабы они тут наверняка бы тут уж 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 ладно мне не важно что это главное чтобы это было правильно то что я кидаю я так дома не готовлю честно ребят и обычно дома знаю чего еще делаю так нас главное чтобы не взрывалась и не взорвется единство что когда взрывались это яйца вареные потому что я заснула и как больно сейчас стало всем зрителям мужского пола куриные яйца господи саша шоп себе че реально где он прячет крабом а все понял можно сдавать окей сдаем забудьте головы претендентов кишкадера игрохощего копыта окей такие квесты я люблю видно хорошо так а и ссылочку вон лавр напомню по поводу конкурса с ауджи то есть если кого-то заинтересовал мониторчик там посмотрите на сайте пожалуйста все лишь каприз говорится за ваше любопытство так привет мне кажется тут сторонке курю своим 21 с половиной дюймами я прыгать не тут ну есть такое хотя чё я говорю мне пока бабушка на даче я вон телек для пулыки отдельно к своим домом монитором дом посты саш ты хочешь чтобы я села к тебе только не дергать спокойнее я честно говоря квест начинается вон он то есть вот все ряды видишь нам надо валить сейчас поэтому можешь не садиться в атаку слабоумие и отвага слабоумие главное не деградация не деградация не сначала побеждала потом мы его купили как сейчас помню но там как говорится ситуация в овервотча пока что переменными успехами то побеждается ай ну точно понимаю что поскольку мы играем пресетнутыми тимами собранными случайно против нас играют пресеты полные там и так-то просто побеждать поэтому стараемся повышаем скилл скоро будем играть на уровне матерых киберспортсменов так папа 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 валькиры хотя что а что здесь значит валькира валькирии валькирии таки да просто вместо викингов тут в райкулы а вместо валькирий валькири иногда да мне попадаются человечки которые даже них свой называют именно как там валькиры и что же того не валькирии именно поэтому думаешь что так я как всегда отбилась на 11 в этом наверху уже кого-то мутузите ладно я допрыгаю я гордый чёт тяжко до тяжко вообще-то там сзади какой-то этот запопа кусает симулятор готовки 2016 монитор тут не 2к не 4к он же свое разрешение вытянутое вдоль я забыл у нас 2 800 на 1680 а 980 800 короче что-то в этом роли может настройках игры сейчас посмотреть если я пошла пашка давайте я на игре сконцентрирована сейчас у меня мозг сломается я же это да да ядерный процессор i2 не просто у меня сегодня с утра была работа я сейчас конечно заняты познавание world of warcraft но не настолько же на самом деле чтобы мне еще с техническим этим следующий раз я подготовлю себе бумажку чтобы все такое техническое я тоже столько с работы пришел ну как сказать я еще домой приду там работ не уходил если это пошло да я в редакцию как-никак мясорубка ромарк держись не успел прости меня не вынесены на панель хиллятельные спелы пока что не успел сты говоря идея настроить панели она прекрасная но я до этого пока еще не дошел так а где-то надо еще двух претендентов найти и купить все за мной настя все за мною потанкую что за я ничего не видел я ничего не видел хорошо они выберете слишком поздно играют для меня да вообще мы по всякому играем и по выходным в него рубимся только так по будням вот вполне очевидной причине поздно потому что по приходили домой все равно играем так чтобы не поиграть на публику так я остался последний претендент тоже нас беги лучше за мной потому что я тебя я пока тут еще и пока пытаюсь собрать что-то как правило это часть сейчас это делается одной кнопкой раньше надо было каждый труп обыскивать а как однако но и мне как бы ты собираешься я так поняла если вы не пришли если ты зажимаешь шифт при нажатии правой кнопки ты просто забираешь все что у него есть точнее все что есть у всех вокруг хорошо пасетки он мне тут говорят что вчера не было ворвотча чистая правда иногда штата и отдыхать надо тоже я вчера просто для себя уже друзьями ходил в rainbow six хватало забавных моментов тоже отдых не у меня вчера я вчера метался между выставкой вигеем и этим самым чемпионатом star series при этом как бы star series финал задержался на три часа поэтому я до конца не досидел уполз домой спать ну да там а еще не вчера попробовал такую игру стазис по сути такое смещение как никого квеста ты ходишь по космическому кораблю за главного героя которые поначалу в одиночестве оказывается знаешь какой чужой я не знаю солнце сигарни уивер да там не знаю думаешь почему никого нету что такое где я проснулась а я как бы интересная вполне игрушка своеобразно но пока что я там ее осваиваю так это потому что игрушку под названием крио стазис я знаю не стойтесь просто стойтесь ты просыпаешься в одиночестве буквально недавно вышел тест тюринга например что все как-то все уже было вам не кажется так скажи мне вот я щас упупил босса тебе его зачли еще был в моем исполнении ну да видимо нет поэтому подтягивайся сюда тут он валяется все обгодит у меня товарищи какие-то фото валяется о сваляется от которого тебя голову отчик рыжить я одну уже взял но у него видимо есть вторая а все так кончился кончится ну точнее тут еще здорово ребятки есть и порой так ты в этом всем бог господи что как как всего-то ладно спокойствие только спокойствие можно сдать можно сдать и так далее тени как сессию можно туда я тут тоже надо подготовиться прежде чем сдать ну да матчасть дела термех на самом деле 2 или что не знаю инженерную графику никогда не забуду все забрала голову у тебя все три квеста можно за меня по моему я черепушку то подняла по моему так сейчас я посмотрю вот справа где у тебя задание ты это можешь видеть слишком много поваров кровь и золото на голову выше конкурентов там вот написано можно сдать есть такое все пардон задел микрофон все все можно сдать да все тогда догонять я все равно связываюсь каждый бой по пути поэтому поскольку я танк не то чтобы я их очень быстро убивал настоящий русский медведь как вы просите медведь а ну простите я имею виду славянского как говорится типа да кто-то думает что я через наушники на шее все слышу да чистая правда вибрация передается в кость дать как этот у советских разведчиков был была рация монтированная в зуб она передавала звук в уши через челюсть вибрируя зубами так чё у нас тут ой ой а вот на этого как-то стремно лезть 59 меня нашли это выкала на какая настоящая не скажу военная тайна правильно его не красивее сталина по-моему не в разы все можно сдаваться да просто там какой-то здоровый голова такая извините вот вам держите вот вам до испытанием а крути золото еще да спасибо благодарствуем испытание воли и расколот и страж да тоже брать простой нагребай все что видишь а мы должны собрать этого папа парня парюет судя по всему под по запчастям прям и собрать паря сочувствую тебе это не даже напоминает как вот это когда проходила двиньте original sin там был квест где голова голову подбираешь и он с тобой еще беседу чувака и забираешь его из какого-то театра по моему где его там для развеку что держали нас не ошибаюсь крёвок если честно прям самый из первых на самом деле если кто-то планирует еще проходить двиньте original sin то рекомендую ребят так левая рука ой правая рука левая нога правая нога хорошо что только этим на самом деле ограничивается список конечностей которые дадут чуваку не повторяй мою ошибку не заходи внутрь ну либо заходи но тебе это не понравится а нам действительно наверх не находишь зайди не видишь там груда скелетов на входе да она там просто так не обращай внимание между прочим наушники для пловцов полные отстоя не столько передает в койс сколько гудит неприятно на виске ничего себе пожалуй должен заметить что у меня для пловцов был самый обыкновенный этот самый shuffle ipod shuffle с водонепроницаемыми наушниками и водонепроницаемый сам модификация делается за 50 баксов на радиоренке так а здесь звездочка еще у нас так как скажешь где-то ее там нашла внизу карты высвечивается просто я честно а а у я штамм далеко далеко начать давай сначала у нас осталось 10 минут стрим даже меньше на самом деле нам бы выполнить этот квест и как бы тепло со всеми прощаться до следующего раза скажешь когда будет так ногу дела правильно там еще если бы это были третьи герои это дало бы прирост в городе существ 3 уровня хуки-доки так здесь а вон ручонок рученька так а папа 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 так теперь что еще там мест найти смогу они все выделены да по карте все нормально я понимаю но все желтые циточки на карте это то что тебе надо они стоп порой желтые еще обозначение я имею ввиду кружочки со стрелочками это те предметы которые тебе надо собрать да 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 вот я где-то правая нога осталось это нога урмаса это рука урмаса ой а это что за драку . прикрепления крюка крюка прикольно делать спускаться понял какой красивый обидится когда я возьму не не должен халдуин твой брат или я если не не забыла как правильно произносить великого skyrim черт побери так это нашла правая нога осталась вот у меня правая нога осталась и чтобы я знал где искать а я вижу ее но пока что о я нашел против прошу прощения тебе на север хотя может у него две правых ноги одну видишь ты вторая в общем там где я там где я там есть правая нога ребята отстаньте не 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 я не хочу с вами драться я ленивая сегодня так неделю денег спать хочется вообще так папа папам так она на вершине или где-то на склоне после по склону подниматься по чуть-чуть тут шамань сидит я не хочу а вову вижу вижу есть контакт синхронизация достигнута окей я щас сдаюсь и убегаю меня надо меня надо мои накачать после они не в ней персонажа прям самого себя будут ждать мне все написано что можно сдать в принципе да а пройти внимание что один из квестов это тащите номер дала ране поэтому прямо отсюда можем дала ран перебежать а потом следующий раз начать с этого самого места присоединяйся и будем прощаться потому что надо меня отпускать надо бечь и я хочу дам тем более что ты сейчас возьмешь что первый левел по идее и это будет вполне себе логическая . 3 перстень подвеска храбрость а папа папа ой кто это там иди иди домой мы тоже дамы собираемся так уровень предмет пусть будет так все перстень перчатка хитроумного стража редкая я непроизвольно ну что погнали в долларан так а еще можно сдать какой-то мастера маскировки а ты его не сдала 100 лет за видимо нет я видимо не успела но сбегай а я таки в долларан долларан это вот это вот центральный город столица но насть повторяю меня надо отпустить надо бечь качать силу она митя кстати в долларане встречает прямо 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 давай попробую тогда потихонечку сама или же на этом можем закончить а это не самая интересная часть для зрителей думаю как ты будешь искать где сдать этот квест все после этого возвращаешься в долларан и мы в следующий раз продолжаем с этого самого места все давайте тогда спасибо всем кто участвовал спасибо за поддержку спасибо за команду которая всех перекрошила так что мы не заметили все до следующего раз господа спасибо ребят да пока саш и отдельно тоже благодарю вас то что все вы сегодня были с нами и до новых встреч с вами была игромания всем пока